Теорема Вейерштрасса Теоремы, которые связаны с именами великих математиков прошлого. Будет дальше вторая теорема Вейерштрасса, будет так называемая теорема Кантера, теорема Ферма, теорема Ролли, теорема Лагранжа. Ну вот, хотелось бы вот эти теоремы успеть сегодня рассмотреть. Значит, о чем была первая теорема Вейерштрасса? Она формулируется очень просто. Если функция, и это у вас уже было, и она была доказана, если функция непрерывна на сегменте, то она ограничена на этом сегменте. Если взять не сегмент, а какое-то другое множество, ну, например, интервал, то это утверждение уже неверно. Например, ну, возможно, приводил Евгений Евгеньевич пример какой-то, ну, я назову такой пример. Вот возьмем функцию, сегодня мы с ней еще, кстати, будем иметь дело. Ф от х равно единица, деленная на х на интервале от нуля до единицы. На интервале, то есть сами точки 0 и единицы не входят, а самое главное, что не входит точка 0. Тогда х в 0 не обращается, потому что 0 не входит в этот интервал. И, значит, единица на х непрерывная функция на этом интервале. Ну, совершенно ясно, что она неограниченная. Х можно взять сколь угодно близким к нулю, тогда знаменатель будет сколь угодно мал, а функция сколь угодно большая. А вот если сегмент, то такого уже случиться не может, и непрерывная на сегменте функция обязательно ограничена на этом сегменте. Ну, а вторая теорема Вейер-Страсса, к которой мы сейчас и переходим, она связана с понятиями точных граней функции. Точная и верхняя грань, точная и нижняя грань. Вот давайте для начала вспомним, что это такое. Значит, пусть функция f от х определена, то есть задана на множестве, обозначим его х большое, на множестве х большое, и ограничена сверху и снизу на этом множестве. Ограничена сверху и снизу на этом множестве. Ну, что это значит, вы, я не сомневаюсь, все понимаете. Значит, ограничена сверху. Значит, есть такое число, что все значения функции его не превосходят, они меньше или равны этого числа. А ограничены снизу, есть такое число, что все значения функции больше или равны этого числа, не меньше. Раз она ограничена, то множество ее значений, ограниченное числовое множество, а всякое ограниченное числовое множество имеет точные грани. Если оно ограничено сверху, имеет точную верхнюю грань, если оно ограничено снизу, имеет точную нижнюю грань. Поэтому дальше можно записать так. Пусть f от x определена на множество x большое и ограничено сверху и снизу, Тогда существуют точные верхние грань функции, напомню, она обозначается вот так, первые три буквы от латинского супремум, супремум f от x, по множеству x большое. Обозначим этот супремум для краткости буквы m большое, это точная верхняя грань функции. И точная нижняя грань, инфиму f от x, по множеству x большое, которую мы обозначим буквой для краткости, опять же, буквой m маленькая. Итак, наша функция f от x имеет на множестве x большое точные грани. Что такое точная верхняя грань? Ну, это наименьшая из верхних граней. Раз функция ограничена сверху, то все ее значения, как мы только что говорили, не превосходят какого-то числа. Но сколько, если есть хоть одна верхняя грань, то сколько вообще верхних граней? Да сколько угодно. Добавим еще, это тоже будет верхняя грань. Скажем, если все значения функции не превосходят числа единица, к примеру, то они не превосходят и двойки, и тройки, и так далее. Так вот, самая маленькая из верхних граней называется точной верхней гранью. Аналогично, самая большая из нижних граней называется точной нижней гранью. А дальше подумаем вот о чем. А принимает ли, или лучше сказать так, обязательно ли функция принимает вот эти значения, M большое и M маленькое? Оказывается, нет. Сейчас мы перейдем к простейший пример. А можно записать так. Функция, функция F от X может принимать значения, равные M большому и M маленькому, в каких-то точках, а может и не принимать этих значений. Значит, функция F от X может принимать значения M большое и M маленькое, ну, разумеется, в каких-то точках, а может и не принимать этих значений. Если в какой-то точке функция f от x имеет значение, равное m большому, ну или просто f от x равно m большому, если в какой-то точке x f от x равно m большому, то будем говорить, что функция достигает на множестве x большое своей точной верхней грани. Значит, если в какой-то точке функция f от x принимает значение, равное m большому, то будем говорить, что функция f от x достигает на множестве x большое своей точной верхней грани. Ну, терминология вполне понятна. Достигает, значит, она принимает это значение в какой-то точке. Ну и то же самое, не будем уж это записывать, понятно, что точно так же, если в какой-то точке функция принимает значение, равное m маленькому, но говорят, что функция достигает на множестве x большое своей точной нижней грани. Рассмотрим простой пример. Пример. Рассмотрим функцию f от x, равную, фигурная скобка, она равна синусу x. Вот для каких x? Для x больших или равных нуля, но строго меньших π пополам. И функция равна. Ну, если бы мы брали синус, если бы брали в точке π пополам, чему равен синус π пополам? Единицы. Но наша функция будет в точке π пополам, равной не единице, а одной второй. Одна вторая, если x равно π пополам. Давайте даже для наглядности нарисуем график этой функции. Значит, оси x, y. Вот точка 0. Вот точка π пополам. Значит, вот в точке π пополам, хотя это не будет значения функции, вот мы отметим, вот это единица. Вот график, вот график синуса, вот синус растет, как мы знаем, подходит к точке π пополам, и здесь нарисуем стрелочку, которая символизирует, что в точке π пополам функция вовсе не единица. А в точке π пополам она у нас одна вторая. Вот можно такую точку нанести. Ну, давайте сообразим. Задача очень простая. Функция ограниченная. Вот эта заданная функция. Значит, у нее есть точная верхняя и точная нижняя грань. Чему равна точная верхняя грань супремум? Вот поэтому, как назвать это множество? Это не сегмент, не интервал, потому что одна ограниченная... А нет, это сегмент. Супремум по сегменту 0π пополам. Мы же включили π пополам. Чему равна точная верхняя грань нашей функции? По сегменту 0π пополам. Совершенно ясно единицы. Какое самое маленькое число такое, что все значения функции его не превосходят? Ясно, что единица. Но при этом функция не достигает, не принимает ни в одной точке. Вот это наша функция, это видно наглядно. Ни в одной точке не имеет значения равного единице. Значит, точная верхняя грань существует. Вот она, она равна единице. Но не достигается. Но не достигается данной функции. А точная нижняя грань инфимум f от x по сегменту 0π пополам. Ну, совершенно ясно, что это 0. Все значения функции больше или равны 0. Значит, самая большая из нижних граней инфимум f от x это 0. Но при этом мы видим, что f от 0 у нас как раз равно 0. То есть точная нижняя грань в данном случае достигается. Ну, этот простой пример показывает, что нужно различать два свойства функции. Существование точных граней и достижение этих точных граней. Точные грани могут существовать, но не достигаться. Ну, а вот теперь мы уже, вспомнив понятие точных граней, перейдем ко второй теореме Вейер-Страсса. Значит, пусть функция f от x определена и непрерывно на сегменте АВ. Тогда по первой теореме Вейер-Страсса она ограничена на этом сегменте. Тогда по первой теореме Вейер-Страсса, которая вот у вас уже была, она ограничена на этом сегменте. И, следовательно, имеет точные грани. И, следовательно, имеет точные грани на этом сегменте. Ну, которые обозначим вот так, как мы и писали вот слева. Но теперь это уже будет супремум по сегменту АВ. Супремум f от x по сегменту АВ обозначим M большое. Ну, и вот вторая теорема Вейер-Страсса утверждает, что... Сейчас мы запишем формулировку. Что если функция непрерывна на сегменте АВ, то она не только имеет точные верхние грани. Это-то без всякой теоремы Вейер-Страсса ясно. Без второй теоремы ясно. А что она достигает своих точных граней. То есть в каких-то точках она обязательно принимает значение большое и маленькое. Итак, теорема. Теорема. Ну, в скобках можно написать вторая теорема Вейер-Страсса. Принято вот эти две теоремы, о которых мы сейчас говорим, называть первая теорема Вейер-Страсса и вторая теорема Вейер-Страсса. Непрерывная на сегменте функция достигает на этом сегменте своих точных граней. Непрерывная на сегменте функция достигает на этом сегменте своих точных граней. Доказательства. Давайте докажем эту теорему. Докажем теорему для точной верхней грани. Для точной нижней грани все делается аналогично и будет, конечно, очень полезно, если вы по образу и подобию того доказательства, которое мы сейчас проведем для точной верхней грани, сами потом докажете теорему для точной нижней грани. Итак, докажем теорему для точной верхней грани. Доказательства проведем методом от противного. Доказательством проведем методом от противного. Что значит от противного? Мы предполагаем противоположное тому, что хотим доказать. А что мы хотим доказать? Что значит функция достигает своей точной верхней грани? Что в какой-то точке сегмента АВ обязательно значение функции равно m большому. Итак, предположим, что ни в одной точке сегмента АВ, ни в одной точке, то есть для любого х, принадлежащего сегменту АВ, выполняется неравенство f от х. Какое будет неравенство, если ни в одной точке f от х не равно m? m же ведь верхняя грань, хоть она и наименьшая, но верхняя грань. Значит, f от х строго меньше m большого. Потому что если в какой-то точке она равна m большому, то мы должны были бы написать знак меньше или равно. Итак, предположим, что ни в одной точке значение функции не равно m большому. Значит, во всех точках, в любой точке f от х меньше m большого. Введем вспомогательную функцию. Обозначим ее f от х. Она равна дроби, числитель единица, знаменатель m большое минус f маленькая от х. Введем вот такую функцию. Смотрите, раз мы предположили, что f маленькая от х меньше m большого, то знаменатель во всех точках положителен. Кроме того, f от х непрерывная по условию функция. Ну, константа m, константа единицы тоже непрерывные функции. Частная двух непрерывных функций, если знаменатель не обращается в нуль, непрерывные функции. Это мы хорошо знаем. Итак, очевидно, очевидно, f большой от х строго больше нуля на сегменте АВ, ну, поскольку числитель и знаменатель положительные. И f большой от х непрерывная функция на сегменте АВ. Очевидно, что f большой от х строго больше нуля на сегменте АВ. И f большой от х непрерывная функция на сегменте АВ. А раз она непрерывная функция на сегменте АВ, то к ней применима первая теорема Вернстрасса. Значит, поэтому по первой теореме Вернстрасса, поэтому по первой теореме Вернстрасса, f большой от х ограничена на сегменте АВ. Ограниченная функция на сегменте АВ. Что это значит? Значит, итак, f большое от х ограниченной функции на сегменте АВ. То есть существует число, обозначим его А большое больше нуля, такое, что для любого х из сегмента АВ выполняется неравенство f от х, f большое от х, меньше или равно а. Ну, с другой стороны, она ограничена сверху, снизу-то она ограничена, вот, неравенство f от х больше нуля. Значит, f от х ограничено, существует такое А большое, что во всех точках f от х меньше или равно а. Давайте запишем это последнее неравенство, подставив вместо f большого от х вот эту дробь. То есть, то есть единица на m большое минус f малое от х, меньше или равно а большого. Ну, и чуть-чуть преобразуем это неравенство. Смотрите, у нас знаменатель положителен, m большое минус f от х. Поэтому отсюда следует, что m большое минус f от х больше или равно, чем единица на А. А отсюда, в свою очередь, разрешим, как говорят, это неравенство относительно f от х. Отсюда следует, что f малое от х меньше или равно. Ну, переносим минусов от х вправо, а единица на А влево. Меньше или равно m минус единица на А. И это выполняется для любого х из сегмента АВ. Но заметим, что число m большое минус единица на А, у нас же А положительно, значит, от m отнимается некоторое число. Это меньше, чем m большое. Чему это противоречит? Ну, во всяком доказательстве от противного мы предполагаем противоположное тому, что надо доказать, и в результате рассуждений должны прийти к противоречию. Чему это противоречит? А ведь m большая точная верхняя грань. Это значит, какая среди верхних граней? Наименьшая. А мы получили, что есть число еще меньше, чем m, которое тоже верхняя грань. Потому что f от х для всех х не превосходит этого числа. Ну, так и напишем. Получилось, что функция f от х имеет верхнюю грань, меньшую, меньшую наименьшей грань по существу, меньшую m большого. Ну, что противоречит определению точной верхней гранью. Или что противоречит тому, что m большая, наименьшая верхняя грань. Что противоречит тому, что m большая, наименьшая верхняя грань. Ну, полученное противоречие доказывает утверждение теоремы. Значит, наше предположение неверное. Не будем уже, так сказать, долго тут расписывать. Значит, противоречие говорит о том, что наше предположение... А какое было предположение? Что функция во всех точках меньше m большого, ни в какой точке m большому не равна. Получили противоречие, значит в какой-то точке она m большому равна. Итак, полученное противоречие доказывает утверждение теоремы. Ну и не будем это записывать, а как бы устно себе отметим, что если бы был не сегмент, а какое-то другое множество, то теорема не верна. Вот посмотрим на этот пример. Давайте мы вот f от x определим так. Синус x, а x больше или равна нуля меньше π пополам. А в точке π пополам не будем никак. Вот та функция, которая у нас, понятна, она в этой точке разрывна, в точке π пополам. Давайте вообще уберем эту точку из области определения. То есть наша функция f от x равно синусу x, но x больше или равен, чем нуль, но меньше, чем π пополам. Это уже не сегмент, это полусегмент. Функция имеет точную верхнюю грань, единица, но не достигает ее. А на сегменте обязательно достигает. Ну вот это была вторая теорема Верштрасса. Это был первый параграф вот этой главы. Теперь мы перейдем к еще одному очень важному, ну и, может быть, не очень простому понятию. Параграф 2. Равномерная непрерывность функции. Ну, понятие непрерывности, просто непрерывности функции нам известно. Что значит, что функция непрерывна в какой-то точке? Давайте вспомним это понятие. Значит, f от x непрерывно в точке x0. Если что? Кто помнит определение непрерывности? Если предел f от x при x, стремящемся к x0, чему равен? f от x0. Значит, если предел при x, стремящемся к x0, f от x равен f от x0. Но нам нужно будет не вот это определение, а определение, как говорят на языке ε дельта. Если мы сейчас запишем, а что означает вот это равенство, что предел равен f от x0 на языке ε дельта. Значит, то есть для любого ε большего 0 найдется или существует дельта большая 0 такое, что для любого x, ну, как говорят, если сказать словами, из проколотой дельта окрестности точки x0. Это значит, для любого x принадлежащего вот такому множеству, множеству всех точек x, таких, что модуль x минус x0 меньше дельта больше 0. Вот для любого такого x, вот то, что записано в фигурных скобках, это и есть проколотая дельта окрестность точки x0. Проколотая, потому что x не может равняться x0. Мы выкололи эту точку. x минус x0 по модулю больше 0. Выполняется какое неравенство? Модуль f от x минус f от x0 меньше ε. Это хорошо вам знакомое определение непрерывности, оно было еще где-то в начале курса. Тем самым, непрерывность функции – это точечное понятие. Мы даем определение непрерывности в точке. А что значит, вот мы говорили, например, в теоремах Верштрасса, функция непрерывна на сегменте? Или что значит функция непрерывна на каком-то множестве? Ну, значит, функция непрерывна в каждой точке этого множества. И вот, когда речь идет о непрерывности уже не в точке, а на каком-то множестве, то вводится для такой непрерывности, для непрерывности на множестве, понятие равномерной непрерывности. Вот мы его сейчас сформулируем, а потом, ну, что называется, пожуем немножко. Теперь определение. Значит, определение. Пусть функция f маленькая от х, пусть f малая от х, определена на, ну, мы будем говорить не про произвольное множество, а про промежуток. Когда говорят какой-то промежуток, что под промежутком понимается? Ну, как бы один сплошной кусок. Это может быть сегмент, интервал, полусегмент, полупрямая, скажем, вся прямая. Ну, одним словом, один сплошной кусок на числовой прямой. На промежутке, на промежутке, х большое. Функция f от х называется равномерно непрерывной на этом промежутке. Значит, функция f от х называется равномерно непрерывной. на этом промежутке х большое. Если... И вот то, что я сейчас напишу, очень похоже будет на то, что написано выше. Если для любого эпсилом большего нуля найдется дельта большая нуля, такое, что такое, что для любых двух точек обозначим их так х-стрих и х-два штриха ну, разумеется, из множества х большое удовлетворяющих неравенству модуль х-два штриха минус х-штрих меньше дельта, то есть вот берем любые два х, два значения аргумента х из промежутка х большое, но расстояние между ними меньше дельта. Выполняется неравенство. Для любых таких двух, х-штрих и х-два штриха, выполняется неравенство. Модуль разности ф от х-штрих минус ф от х-два штриха меньше эпсилом. Ну, давайте как бы всмотримся и вдумаемся в это определение. Очень похоже на то, что наверху, ну, разве что обозначениями отличается. Там были х и х нулевое, а здесь х-штрих и х-два штриха. А вот это вот неравенство-то оно такое же, как там х минус х ноль меньше дельта. Поэтому совершенно ясно. Давайте сначала запишем, потом еще немножко обсудим. Из определения следует, из определения следует, что если функция f от х равномерно непрерывно на промежутке х большое, если функция f от х равномерно непрерывно на промежутке х большое, то она непрерывно в каждой точке этого промежутка. То она непрерывно в каждой точке этого промежутка. Итак, если функция f от х непрерывно на промежутке х большое, то она непрерывно в каждой точке этого промежутка. Ну, действительно, вот давайте мы в качестве х-штрих возьмем какую-нибудь определенную точку, зафиксируем ее. Что тогда следует из этого определения? Для любого ε найдется дельта больше нуля. Что для любого аргумента х2 штриха, который отличается от х-штрих меньше, чем на дельта, выполняется вот это неравенство. Но это в точности то, что вот было выше, когда мы вспоминали определение непрерывности в точке. А в чем же тогда здесь все-таки некая изюминка? Вот давайте отметим. Главным моментом в этом определении является то, главным моментом в этом определении является то, что для любого заданного ε, что для любого заданного ε, ну, разумеется, больше нуля, что для любого заданного ε найдется дельта одно и то же для всех х. Одно и то же для всех х. Итак, главным моментом в этом определении является то, что для любого положительного ε найдется дельта одно и то же для всех х. А как может быть? А может быть иначе. Вот если функция непрерывна в каждой точке множество, вот мы сказали, если она равномерно непрерывна, то непрерывна в каждой точке. Спрашивается, а может быть и обратная верна, если непрерывна в каждой точке, может она и равномерно непрерывна? Нет, мы сейчас приведем пример, но заранее ясно, что может быть так. Она непрерывна в каждой точке, то есть для каждой точки х-трих, там найдется свое дельта. Но когда мы будем брать другую точку, надо брать для того же самого меньшее дельта, для следующей точки еще меньшее, а точек-то бесконечно много, и может оказаться так, что общего дельты нет. Итак, можно даже сказать так, из непрерывности в каждой точке, ну, промежутка х большое, не следует равномерная непрерывность функции на этом промежутке. Из непрерывности в каждой точке промежутка х большое не следует равномерная непрерывность на этом промежутке. И мы сейчас приведем пример Пример Давайте рассмотрим функцию f от x, вот уже упоминавшуюся сегодня, равную единице на x А x изменяется на промежутке x большое Это у нас интервал x больше нуля, меньше единицы Вот рассмотрим функцию f от x, равную единице на x на промежутке, на интервале от нуля до единицы Заметьте, точка 0 не входит в интервал, поэтому изменатель в 0 не обращается А значит эта функция непрерывна Вот эта функция непрерывна В каждой точке Ну или просто напишем на интервале 0 единица На 0 единица Поскольку она непрерывна в каждой точке этого интервала Покажем, покажем Что она не является равномерно непрерывной на этом интервале Вот она в каждой точке непрерывна Покажем, что она не является равномерно непрерывной на этом интервале А для этого давайте сформулируем. Вот смотрите, вот у нас определение равномерной непрерывности. Ну, наверняка вы многие, я думаю, уже овладели этой техникой. Как построить отрицание какого-то определения с помощью квантеров? Что для этого надо сделать? Надо поменять ролями. Там, где стоит квантер для любого, поставить квантер существования, существует. И наоборот, где существует для любого. И в последнем неравенстве изменить знак. Итак, мы сказали, покажем, что эта функция не является равномерной непрерывной. Для этого нужно показать, и мы сейчас сформулируем с вами отрицание равномерной непрерывности. Для этого нужно показать. Вот смотрим на левую доску и пишем, что существует эпсалом больше нуля. такое, что, такое, что для любого дельта большего нуля найдутся или существуют, существуют, х-штрих и х-два штриха, ну, из интервала 0 единица, у нас множество 0 единица, для которых выполняется неравенство модуль х-два штриха минус х-штрих меньше дельта, но при этом модуль f от х-два штриха минус f от х-штрих больше или равно епсалон. Ну, я там написал f от х-штрих минус f от х-два штриха, но раз по модулю это все равно как f от х-два штриха минус f от х-штрих, либо наоборот. Итак, нам надо указать такое, эпсалон, хотя бы одно, что какое бы мы дельта ни взяли, для этого дельта найдутся такие х-штрих и х-два штриха, что расстояние х-два штриха минус, вот здесь вот поставьте штрихшок, я потерял, минус х-штрих, меньше дельта, но разные значения функции больше или равно эпсалон. Возьмем эпсалон равным единице. Возьмем эпсалон равным единице. И для любого дельта большего нуля, и для любого дельта большего нуля, возьмем такое натуральное число n, что одна n-ая меньше дельта. Можно, вот взяли любое дельта, сколько угодно маленькое, можно указать такое натуральное n, что одна n-ая будет меньше дельта? Конечно, конечно. Возьмем такое n, что одна n-ая меньше дельта. Так, положим х-штрих равно единице на n, х-два штриха равно единице на n плюс 2. Тогда тогда модуль х-два штриха минус х-штрих. Нам нужно, чтобы это было меньше дельта. Но что это такое будет? Это мы должны из большего, здесь вот n плюс 2. Это будет одна n-ая минус единица на n плюс 2. это меньше одной n-ой. А одна n-ая меньше дельта. Итак, мы взяли ε равным единице, взяли любое дельта и взяли такие х-штриха и х-два штриха, а именно вот, одна n-ая и единица n плюс 2, что разность между ними меньше дельта. А посмотрим при этом на разные значения функции. При этом модуль f от х-два штриха минус f от х-штрих равно f от х у нас единица на х. Значит, это будет... Ну, давайте так напишем. модуль f от х-штриха мы взяли единица на n плюс 2 минус х-штрих у нас единица на n. Значит, это модуль f от единицы на n плюс 2 минус f от единицы на n. Это равно модулю... чему равно f от единицы на n плюс 2, если f от х это единица на х? Ну, подставим вместо х единицу, деленную на n плюс 2. Это будет... Вот это у нас n плюс 2, а это n. Значит, это модуль n плюс 2 минус n. Это равно 2, и это больше, чем епсалон, которое мы взяли равным единице. Значит, смотрите. В точности выполнено вот то, что написано наверху. Существует такой епсалон. Мы взяли епсалон равным единице. И тогда для любого дельта мы указали такие х-штриха, х-штриха, что разность между ними меньше дельта, а разность значений функции в этих точках f от х-штриха минус f от х-штрих больше, чем епсалон. Значит, наша функция f от х равно единице на х на интервале 0 единица не является равномерно непрерывной. Не является равномерно непрерывной. Ну, вот такие, в общем-то, это несложный пример. Хотя само понятие равномерной непрерывности, как и всякое новое, к нему надо привыкнуть, надо как-то с ним немножко позаниматься. Ну, желательно, чтобы вы какие-то примеры на это понятие тоже порешали, ну и разобрались вот в том, о чем сейчас мы здесь говорим. Так вот, оказывается, что если взять сегмент, то непрерывная на сегменте функция обязательно равномерно непрерывна. Для интервала это не так. Вот пример. Ну, это не значит, что в любом случае, если функция непрерывна на интервале, то она не будет равномерно непрерывной. Нет, может быть, может не быть. Но, если возьмем сегмент, и на нем функция непрерывна, то она обязательно равномерно непрерывна. Вот это и есть так называемая теорема Кантера. Значит, теорема Кантера. Ну, Кантер знаменитый математик прошлого, основоположник теории множеств. Есть даже такое понятие Кантерового множества. Это некое специальное множество, которое называется Кантеровым множеством. Ну, вот с именем Кантера связывается эта теорема. Формулировка очень простая. Непрерывная на сегменте функция равномерно непрерывна на этом сегменте. Непрерывная на сегменте функция равномерно непрерывна на этом сегменте. Вот обратите внимание, вот у нас три теоремы. Первая теорема Вейер-Страсса, вторая теорема Вейер-Страсса, теорема Кантера. Условия одно и то же. Функции непрерывно на сегменте. А отсюда следуют разные следствия в этих теоремах. В первой теореме Вейер-Страсса отсюда следует, что функция ограничена. Во второй теореме Вейер-Страсса, в которой мы доказали, что функция достигает на этом сегменте своих точных граней. И, наконец, теорема Кантера утверждает, что если функция непрерывна на сегменте, то она и равномерно непрерывна на этом сегменте. И что интересно, все три теоремы доказываются одним и тем же методом от противного. И это тоже от противного. И доказательство не очень сложное. Но нас время поджимает. Вот я доказывать не буду, с вас это спрашиваться будет. Попробуйте сами доказать. Значит, доказательство от противного, можете поймите себе, доказательство от противного. То есть предполагаем, что функция не является равномерно непрерывной. Вот мы написали выше, что это значит. Найдется такое эпсалон и так далее, и так далее. И приходим к противоречию. Ну, как бы не получится самостоятельно, загляните в учебник. Еще раз повторюсь, доказательство несложное. Ну и опять же не будем это писать, но вот пример, который мы привели, показывает, что для интервала это уже неверно. Непрерывной на интервале функция может не быть равномерно непрерывной. Вот это понятие равномерной непрерывности играет важную роль во многих разделах, и прежде всего в теории определенного интеграла. У вас еще этого не было, это еще будет определенный. Был не определенный интеграл, но, значит, будет определенный интеграл, и там это понятие свою роль сыграет. Теорема Кантера, в частности, свою роль сыграет. Переходим к следующему параграфу. Параграф 3. Вот во всех предыдущих теоремах, две теоремы Верфстрасса, теорема Кантера, речь шла о непрерывных функциях. Теперь мы займемся некоторыми теоремами, которые относятся к дифференцируемым функциям. Вот название параграфа 3 будет такое – возрастание и убывание функции в точке. Вот мы введем такое неожиданное понятие – возрастание и убывание функции в точке. Мы знаем с вами, что, значит, функция возрастает, скажем, на каком-то промежутке. Значит, большему значению аргумента соответствует большее значение функции. Ну и убывает аналогично. А оказывается, можно ввести понятие возрастания и убывания в точке. Но это не все название. Точка и еще два слова. Локальный экстремум. Локальный экстремум. Возрастание и убывание функции в точке. Локальный экстремум. Итак, первое из двух отраженных в заглавии параграфа понятий – возрастание и убывание функции в точке. Давайте дадим определение. Что значит, функция возрастает? не на каком-то промежутке, а в точке. Значит, пусть функция f от x определена на каком-то промежутке, ну, скажем, на интервале АВ. Пусть функция определена на интервале АВ. И пусть точка С принадлежит этому интервалу. То есть С больше А, меньше Б. И пусть точка С принадлежит этому интервалу. Определение. Будем говорить, ну, или иногда пишут, говорят. Будем говорить, что функция f от x возрастает в точке С. f от x возрастает в точке С. Если найдется окрестность точки С, в которой выполнены такие неравенства, f от x меньше, чем f от С, при x меньше С, и f от x больше f от С, при x больше С. Сейчас мы нарисуем картинку, которая, собственно, все прояснит. Но и так понятно, что здесь существенно. Что вот это неравенство f от x меньше f от С, не вообще при x меньше С, а в некоторой окрестности найдется такая окрестность. Ну, аналогично определяется убывание функции в точке С. Аналогично определяется убывание функции в точке С. Ну, нужно только поменять, вот в первых двух, в левых неравенствах нужно поменять знак. f от x больше f от С при x меньше С, f от x меньше f от С при x больше С. Значит, в левых неравенствах надо поменять знак неравенства. Ну, нарисуем вот такую картиночку оси координат, ну и вот график, скажем, вот какой-то такой график функции. Вот я возьму вот такую точку, вот это пусть будет c1, вот значение функции f от c1. Совершенно ясно, что в этой точке функция возрастает. Вот я указываю, вот, скажем, вот такую давайте возьмем окрестность. Вот окрестность точки c1, и что мы видим? Если x меньше c, то вот значение f от x, а не x меньше c1, то вот значение функции меньше, чем f от c1. А если возьмем в этой окрестности x больше c1, то значение функции больше, чем в точке c1. Обратите внимание, что есть, конечно, вот при x больше c1, вот, например, возьмем вот это значение, оно меньше, чем в этой точке. Но это не важно. Важно, чтобы нашлась такая окрестность, в которой, точке c, в которой выполнены эти неравенства. Ну, а если возьмем какую-то точку, вот, точка c2, то совершенно понятно, что вот в точке c2 функция убывает. Ну, теперь мы докажем одну теорему, теорема, в скобках можно написать, о возрастании функции в точке. Теорема о возрастании функции в точке. О чем теорема? Теорема о возрастании функции в точке. Если функция f от x дифференцируема в точке c, ну, значит, что-нибудь там есть производная, значит, если функция f от x дифференцируема в точке c, и ее производная f штрих от c больше нуля, а давайте сразу мы параллельно сформулируем и для возрастания, и для убывания, в скобках напишем, меньше нуля, два случая, то функция f от x возрастает, а в скобках убывает в точке c. Ну, значит, если производная в точке c положительна, то функция возрастает в точке c, а если производная в точке c отрицательна, то убывает в точке c. Докажем давайте эту теорему, доказательства. Доказательства. Ну, рассмотрим случай, когда f штрих от c больше нуля. Понятно, что случай f штрих от c меньше нуля, аналогичный случай, опять же, я вам советую самим провести, ну, по образу и подобию того, что мы сейчас сделаем для f штрих от c больше нуля, провести доказательства для f штрих от c меньше нуля. Значит, пусть f штрих от c больше нуля. Что нам надо доказать? Что найдется такая окрестность точки c, в которой выполнены вот эти неравенства. Давайте вспомним, прежде всего, а что такое производная? Значит, по определению производной, по определению производной, f штрих от c, это есть предел, ну, часто мы писали так, предел дельта y поделить на дельта x. Предел отношения приращения функции к приращению аргумента. Ну, что такое приращение функции в точке c? Его можно так записать. f от x минус f от c. А приращение аргумента – это x минус c. И предел нужно взять при x, стремящемся к c. Итак, по определению производной, производная f штрих от c – это вот такой предел. А в свою очередь, давайте вспомним еще раз, сегодня мы уже это вспоминали, а что это означает? Что предел вот такой вот дроби равен f штрих от c. Значит, в свою очередь, по определению предела, в свою очередь, по определению предела, для любого ε большего нуля найдется дельта большая нуля такое, что модуль разности между нашей функцией, а наша функция сейчас f от x минус f от c поделить на x минус c. И пределом минус f штрих от c будет меньше ε. Давайте напишем словами. Меньше ε для каких x? Ну, если x минус c, ну, давайте так напишем, при условии, что модуль x минус c меньше дельта, но больше нуля. Это мы сегодня уже писали, но не для вот этой дроби, а для функции f от x. Итак, в свою очередь, по определению предела имеет место вот такое неравенство. Ну, вот это у нас проколотая дельта окрестность точки c. Так что мы дальше будем словами писать. Давайте немножко иначе запишем это неравенство. Как его без модуля записать? Без модуля, значит, то, что стоит под знаком модуля, меньше ε, но больше минус ε. Много раз вы наверняка писали подобные вещи. Итак, вот эта разность, дробь минуса f от c, меньше ε, больше минус ε. Давайте в этом двойном неравенстве ко всем частям, левой, правой и средней, прибавим f от c. Значит, отсюда следует, что f от x минус f от c на x минус c меньше, чем f штрих от c плюс ε, но больше, чем f штрих от c минус ε. Это абсолютно то же самое. А вот вместо того, чтобы писать при вот таких иксах, я напишу в проколотой дельта окрестности точки c. Итак, вот такие у нас неравенства. Ну, из этих двух неравенств нам понадобится левая, подчеркнем его. Правая нам даже не понадобится. Смотрите, значит, для любого ε, мы можем взять любое положительное ε, найдется для каждого ε свое дельта. А у нас f штрих от c больше нуля. Можно взять в частности ε, равным f штрих от c? Конечно. Итак, возьмем ε. Возьмем ε, равным f штрих от c. Еще раз напомним себе, что это больше нуля. Тогда из подчеркнутого неравенства получим тогда из подчеркнутого неравенства получим f от x минус f от c на x минус c больше, но если мы взяли ε, равным f штрих от c, то там будет ноль. Значит, больше нуля. где? В проколотой дельта окрестности точки c. Ну вот мы уже подошли к финишу. А в каком случае дробь больше нуля? Когда либо числительный взимодатель больше нуля, либо оба меньше нуля. Но если x меньше c, значит, f от x меньше f от c. А если x больше c, то f от x должно быть больше f от c. Итак, отсюда следует, отсюда следует, что f от x меньше f от c при x меньше c, f от x больше f от c, при x больше c. Ну и все это не вообще при всех x, там, меньше x, больше c. А вот в этой, в дельта окрестности точки c. В дельта окрестности точки c. А что это такое? А это и есть... А это и есть... Вот смотрим наверху. Определение возрастания функции в точке. Существует такая окрестность, вот у нас это дельта окрестность, в которой f от x меньше f от c, при x меньше c, f от x больше f от c, при x больше c. Значит, а это и означает, а это и означает, что функция f от x возрастает в точке c. Теорема доказана. А это и означает, что функция f от x возрастает в точке c. Теорема доказана. Итак, возрастание функции в точке С связано со знаком производной. Вот как вы думаете, мы доказали здесь, что положительность производной каким условием является необходимым или достаточным для возрастания функции в точке? Что мы доказали? Из положительности производной следует возрастание. Значит, какое условие? Достаточное. Является ли оно необходимым? Оказывается, нет. Давайте сделаем замечание. Условие f'c больше нуля является только достаточным, но не необходимым. Условие f'c больше нуля является только достаточным, но не необходимым условием возрастания дифференцируемой функции в точке С. Итак, условие f'c больше нуля является только необходимым, но не достаточным условием возрастания дифференцируемой функции в точке С. Ну, как всегда, для того, чтобы это доказать, достаточно привести пример. Какой же должен быть пример? Что функция возрастает в точке С, а вот это условие там не выполнено. Ну, вот классический пример такой. Рассмотрим f от х равно х куб. Давайте даже нарисуем график. Это так называемая кубическая парабола. Это функция нечетная. Вот она какая-то такая, похожая на параболу, но более крутая у нее ведь. Для х больших нуля, и вот она для х меньших нуля. Вот график функции у равно х куб. Посмотрим на точку х равно нулю. Если мы возьмем х больше нуля, то здесь f от х больше, чем в этой точке. В нуле функция равна нулю. Если возьмем х меньше нуля, то здесь f от х отрицательно меньше, чем f от нуля. Значит, эта функция, очевидно, возрастает. Возрастает в точке х равно нулю. Но при этом f штрих от нуля... Давайте сосчитаем. Производная от х куб чему равна? 3х квадрат при х равном нулю это ноль. Но при этом f штрих от нуля равно нулю, а вовсе не больше нуля. Значит, пример показывает, что функция может возрастать, а производная в этой точке вовсе не положительна. Но это и доказывает, что вот это условие положительность производной только достаточное, но не необходимое. Теперь перейдем к понятию локального экстремума. Значит, пусть снова, пусть снова, пусть f от х определена на некотором интервале А, В. И пусть точка С принадлежит этому интервалу. Определение. Мы сейчас формулируем, что значит, что функция f от х имеет в точке С локальный максимум, что значит она имеет в точке С локальный минимум. Ну, будем давать сразу же параллельно оба определения. Значит, говорят, 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 что функция f от х имеет в точке С локальный максимум, я вот так напишу, в скобочках, минимум, если найдется окрестность точки С, в которой f от х меньше f от С, а в скобочках, это для максимума, любое значение в точке Х меньше, чем в точке С. А для минимума наоборот, f от х больше f от С. Ну, разумеется, при х, неравном С. Сама-то точка С входит в свою окрестность, а неравенство вот это строгое должно быть при х. Почему? Потому что при х, равном С, будет равенство. Ну, определение, в общем-то, вам знакомо еще по школьному курсу алгебры и начало анализа. Давайте изобразим на картинке. Вот я нарисую некий произвольный какой-то график. Совершенно ясно, что вот в этой точке, вот в точке С1, функция имеет локальный максимум. А что означает слово локальный? Локальный местный, вот локализованный где-то. Это вовсе не самое большое значение функции. Вот есть большее. Но, чтобы мы назвали точку С1 точкой локального максимума, и не нужно, чтобы это было самое большое значение. Нужно, чтобы существовала такая окрестность, ну, например, вот она, в которой при х, неравном С1, f от х меньше, чем f от С1. Значит, точка С1 – точка локального максимума. А вот эта точка, вот точка С2, это точка локального минимума, хотя могут быть тому функции значений меньше, чем в этой точке. Но в некоторой окрестности точки С2 – это самое маленькое значение. Ну вот, понятие локального максимума и локального минимума объединяется общим названием локальный экстремум. Когда говорят локальный экстремум, слово экстремум наверняка вам знакомо, ну, хотя бы вот по этому термину экстремисты. Оно в переводе означает «крайний». Ну, вот люди крайних взглядов, так сказать, ни на что не обращающие внимания, и так далее, экстремисты. Теорема. Теорема. Ее связывают с именем знаменитого Ферма. Теорема Ферма. Хотя это не та, многие наверняка, я думаю, все слышали, о великой теореме Ферма. Это теорема из теории чисел. Значит, вот в чем заключается так называемая великая теорема Ферма. Вот Х в степени Н плюс У в степени Н равно З в степени Н. Х, У и З – натуральные числа. Н тоже натуральное число. Спрашивается, вот это уравнение, так сказать, выполняется для каких-то натуральных чисел Х, У и З, если Н – натуральное число, но больше или равное трём. Если Н равно двум, ну, сколько угодно таких. Три в квадрате плюс четыре в квадрате равно пять в квадрате. Египетский треугольник. А вот если Н больше двух, то, ну вот, теорема Ферма, раньше это была гипотеза, сейчас считается, что кто-то вроде её доказал, хотя многие математики, занимающиеся теорией чисел, сомневаются, что там всё чисто доказано. Так что по-прежнему это ещё требует, видимо, проверки. Но считается, что при Н больше трёх, больше или равен трём решениях. Это великая теорема Ферма, о которой свихнули свои головы многие исследователи. Ну, а это совершенно простенькая теорема Ферма. Это теорема о так называемом необходимом условии локального экстрема. Вот её формулировка. Если функция Ф от Х дифференцируема в точке С и имеет в точке С локальный экстремум и имеет в точке С локальный экстремум, то есть локальный максимум или локальный минимум. Это, вы знаете, из школы то что? Чему равна производная в этой точке? То Ф штриха С равно нулю. То Ф штриха С равно нулю. Давайте докажем. Доказательство. Доказательство. Доказательство от противного и опираться будем вот на теорему о возрастании функции в точке. Допустим, что Ф штриха С не равно нулю. То есть мы предполагаем противоположное тому, что хотим доказать. Но если не равно нулю, то два случая, либо больше, либо меньше. Пусть, например, Ф триха С больше нуля. Тогда, по предыдущей теореме, по предыдущей теореме, вот по теореме о возрастании функции в точке, функция Ф от Х возрастает в точке С. Функция Ф от Х возрастает в точке С. И значит, вспомним, что это значит, существует окрестность точки С, в которой f от х меньше f от с, при х меньше с, и f от х больше f от с, при х больше с. Давайте подчеркнем, нам вот это будет важно. Но, а вы не сказали, мы не сказали кое-экстремум. Вот это будет важно, если максимум, а вот то будет важно, если минимум. Значит, давайте где-то вот здесь скажем, пусть f штрих от с больше нуля, вот здесь допишем, и пусть в точке С локальный максимум. Ну, если минимум рассуждения аналогичные. И пусть в точке С локальный максимум. Ну, тогда по предыдущей теореме функция возрастает в точке С, значит, существует окрестность точки С, в которой выполнены неравенства. Но чему противоречит подчеркнутое неравенство? Раз локальный максимум, то в окрестности точки С f от х меньше f от с, как мы вот писали там, когда давали определение локального максимума. Значит, подчеркнутое неравенство противоречит тому, что в точке С локальный максимум. Подчеркнутое неравенство противоречит тому, что в точке С локальный максимум. Мы видим, что вблизи точки С в какой-то окрестности справа от точки С, при х больше c, f от х больше f от с. Значит, никого максимума там нет. Ну, а если бы мы предположили, что локальный минимум, вот первое неравенство противоречит у вас. Таким образом, неравенство f штрих от с больше нуля не может выполняться. Мы пришли к противоречию. Таким образом, неравенство f штрих от с больше нуля не может выполняться. Таким же образом доказывается, что не может выполняться неравенство f штрих от с меньше нуля. Абсолютно таким же образом доказывается. Проведите сами это доказательство. Это очень полезно, что не может выполняться это неравенство. Итак, производная есть, функция дифференцируемая в точке С, но она не может быть положительной и не может быть отрицательной. Что остается? Остается одно. Значит, f'c равно нулю. Раз она не может быть положительной и не может быть отрицательной, но она есть, остается единственная возможность. f'c равно нулю, что и требовалось доказать. Ну, еще по школьному курсу вы знаете, что это условие является... Каким условием экстремума? Необходимым или достаточным? Из чего мы исходили? Что нам было дано? Что в точке С есть экстремум. Отсюда следует, что f'c равно нулю. Ну, давайте все-таки коротко запишем. Замечание. Условие f'c равно нулю является только необходимым, но недостаточным условием локального экстремума дифференцируемой функции в точке С. является только необходимым, но недостаточным условием локального экстремума дифференцируемой функции в точке С. Ну, чтобы нам успеть еще две теоремы рассмотреть, я не буду приводить пример. Вот пример, показывающий, что только необходимое, но недостаточное. Посмотрите, у этой функции мы писали, у функции f от x равно x куб, f' от нуля равно нулю. Но в точке нуля, очевидно, никакого экстремума нет, ни минимума, ни максимума. Слева для отрицательных значений функции меньше, чем f от нуля, чем 0, а справа больше. Так ни минимума, ни максимума. Ну, вот этот короткий параграф мы закончили. И параграф 4. Это еще две теоремы. Теоремы Ролля и Лагранжа. И Лагранжа. Ну, особенно важна теорема Лагранжа. Она очень часто применяется. Теорема Ролля нам будет нужна здесь, как некая вспомогательная теорема, чтобы доказать теорему Лагранжа. Ну, начнем с теоремы Ролля. Теорема Ролля. Теорема Ролля. Пусть выполнены такие три условия. Первое условие. Функция f от x определена и непрерывно на сегменте АВ. Второе условие. f от x дифференцируема на интервале АВ. Ну, естественно, вопрос, почему так? Там непрерывность на сегменте, а дифференцируема в интервале. То есть в точках А и В, в граничных точках, она может быть даже недифференцируемой. Конечно, можно было бы сказать, пусть она дифференцируема на сегменте. И с дифференцируемостью последовала бы непрерывность. Но это мы бы сузили класс функций. Так что вот в точках А и В некоторое подпослабление. И третье условие. f от А равно f от В. То есть на концах сегмента значения функции равны. тогда существует точка С, лежащая между А и В, то есть принадлежащая интервалу АВ, в которой производная f' от С равна нулю. Доказательства. Так как f от x непрерывно на сегменте АВ, так как f от x непрерывно на сегменте АВ, то по второй теореме Вейерштрасса, то по второй теореме Вейерштрасса, f от x достигает на этом сегменте своих точных граней, и, следовательно, имеет на этом сегменте максимальное и минимальное значение. Ясно, что в той точке, где она достигает верхней грани, это и будет максимальное значение, а там, где достигает точные нижние грани, это и будет минимальное значение. И, следовательно, имеет на этом сегменте максимальное и минимальное значение. Ну, давайте максимум f от x по сегменту АВ обозначим М большое, а минимум f от x по сегменту АВ обозначим М маленькое. Возможны два случая. Возможны два случая. Первый случай. Может такое быть, что максимальное значение равно минимальному. Если это так, то это что за функция, у которой самое большое значение равно самому маленькому? Константа. В этом случае f от x равно как М большому, так и М маленькому, равно константе на сегменте АВ. Ну, а производная постоянная равна нулю. Отсюда следует, что для любой точки С, принадлежащей интервалу АВ, f штрих от С равно нулю. Значит, теорема утверждает, что найдется такая точка С. Здесь и искать не надо. Во всех точках, производная равна нулю. Но это тривиальный случай. А теперь второй случай. Второй случай. М большое больше М маленького. Меньше, конечно, быть не может. Наибольшее значение, разумеется, либо вот в крайнем случае равно наименьшему, либо больше. М большое больше М малого. А тогда посмотрим. На концах-то сегмента значения функции равны. И тогда вот я нарисую три картиночки. Может быть так. Вот точка А, вот точка Б. Вот на концах сегмента значения функции равны. Ну и вот какой-то такой график. Тогда вот в какой-то точке С принимается наибольшее значение М. Вот на этой картинке. Аналогичная картинка может быть такая. Вот точки А, Б. На концах сегмента значения функции равны. А график идет куда-то вот вниз. Вот точка С, в которой функция принимает наименьшее значение М. Ну, в этом случае наименьшее значение это значение на концах. В этом случае наоборот. наименьшее значение внутри, а максимальное на концах. Эти значения равны. А может быть так, что и наименьшее, и наибольшее значение принимаются во внутренних точках. Значит, вот значения на концах, они равны. А график функции какой-то вот такой. Значит, вот здесь у нас будет М большое, вот здесь М маленькая. Ну, а вывод вот какой. Итак, второй случай М большое, больше М маленькая. В этом случае хотя бы одно из значений М большое и М маленькая, в этом случае хотя бы одно из значений М большое и М маленькая принимает функция во внутренней, функция принимает во внутренней точке С, во внутренней точке С сегмента АВ. Ну, то есть в точке С, лежащей на интервале. Итак, хотя бы одно. Вот первое и второе рисунки это когда либо одно, либо максимальное, либо минимальное. А рисунок третий, когда и то, и другое принимается в какой-то внутренней точке сегмента АВ. Ну, допустим, допустим, что С принадлежит АВ и Ф от С равно М. С внутренняя точка и в ней принимает значение максимальное. По теореме, по предыдущей теореме, по предыдущей теореме, Ф трех от С равно нулю. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Так что вот эта теорема Ролля, она доказывается с помощью предыдущей теоремы. У теоремы Ролля, она нам сейчас будет нужна для доказательства теоремы Лагранжа, у теоремы Ролля есть совершенно удивительная физическая интерпретация. Вот посмотрите, очень интересное. Вот пусть Х – это время, пусть Х – время, а У равно Ф от Х. Это координата, координата точки на оси на оси У в момент времени Х. В момент Х. То есть вот есть одна ось, я ее, в отличие от того, как мы рисуем систему координат, горизонтальный, есть ось У. По оси У движется точка со временем. И вот в момент времени Х, вот ее координата Ф от Х. Вот она как-то, время течет, точка движется туда-сюда и так далее. Но смотрите, Ф от А в момент времени А, координата равна Ф от А. Точка дальше начинает куда-то гулять по оси У, вправо-влево, неважно, но в момент В она возвращается в эту точку. Ф от А равно Ф от Б. Значит, и в момент А, и в момент Б точка находится вот здесь. Ну, совершенно ясно. Вот она пошла куда-то по оси У, а потом, вправо-влево, неважно, а потом, чтобы вернуться, она должна остановиться в какой-то момент, чтобы повернуть назад. А что значит остановиться? Скорость равна нулю. Значит, обязательно внутри временного промежутка от А до Б найдется момент времени С, где скорость равна нулю. Так что, с точки зрения физической, вот иногда даже какие-то, наверняка это и в школе вы имели с этим дело, какие-то теоремы математические удобно доказывать, как бы, исходя, давать физическое доказательство. Вот здесь одно, один из таких случаев. Ну и, наконец, теорема Лагранжа. Теорема Лагранжа. Пусть выполнены условия 1 и 2 теоремы Ролля. Пусть выполнены условия 1 и 2 теоремы Ролля. Посмотрим на эти условия. Вот они наверху. Функция непрерывно на сегменте и дифференцируем на интервале. А третье условие не нужно. Тогда, тогда существует, найдется точка С на интервале АВ. Такая, что F от B минус F от А равно производный F' в точке С умножить на B минус А. Вот эта формула и называется формулой Лагранжа. Ну и, без преувеличения, можно сказать, это важная формула. Она очень часто используется и в математическом анализе, и, в общем-то, в разных других разделах и математики, и других наук. Доказательства. Давайте это докажем. Доказывается эта теорема очень легко. Буквально за пару минут мы ее докажем с помощью теоремы Ролля. Введем вспомогательную функцию F большой А от Х равную F малая от Х минус а минус вот что, дробь в числителе F от B минус F от А в знаменателе B минус А и умножается эта дробь на Х минус А. То есть, что мы сделали? Мы от функции F от Х отняли дробь это число, а это линейная функция. Она и непрерывная, и дифференцируемая. Значит, функция F большой А от Х удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля. Сейчас мы это устно проверим. Напишем, функция F большой А от Х удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля. Ну, давайте первые два условия проверим устно. Раз у нас F малая от Х непрерывно на сегменте АВ, а от нее отнимается линейная непрерывная функция, значит, эта функция непрерывна на сегменте АВ. F от Х дифференцируема в интервале АВ. Ну, эта функция тоже дифференцируемая, понятно, это константа, производная от Х минуса равна единице. Остается проверить условия 3. Значит, поэтому мы написали, эта функция удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля. В частности, в частности, F большое от А. А у нас что по теореме Ролля? На концах значения функции должны быть равны, вот там написано F маленькое от А равно F маленькое от B. Мы сейчас проверим это для нашей вот этой вспомогательной функции. Если положим Х равно А, то вот эта добавка зануляется, при Х равном А получается F маленькое от А. F большое от B. Если положим Х равном B, смотрите, B минус А сократится, будет F от B, мы положили Х равном B, минус F от B плюс F от А. Это тоже F маленькое от А. И значит, F большой от А равно F большой от B. Итак, ввели вот такую вспомогательную функцию. Она удовлетворяет всем условиям теоремы Ролля. По теореме Ролля существует точка С, принадлежащая интервалу АВ, в которой производная F большое штриха С равна нулю. То есть, давайте вычислим производную нашей функции F большое. Производная от F маленького будет F штрих. Значит, то есть, F штрих маленькая мы берем в точке С минус чему равна производная вот этой добавки? F от B минус F от А поделить на B минус А. Это постоянный множитель. А производная от X минус А по X равна единице. Это равно нулю. Отсюда моментально получаем F от B минус F от А равно F штрих от С на B минус А. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Ну и вот у нас есть еще буквально минутка следствия из этой теоремы. Следствия. если значит следствие если функции F от X дифференцируема на промежутке X большое. Опять же здесь важно, что это один сплошной кусок. Сегмент, интервал, полупрямая или вся промежутка X большое. И для любого X принадлежащего этого промежутку производная F штрих от X равна нулю, то что можно сказать про саму функцию? Что это за функция? Константа. То F от X равно константе на промежутке X большое. Ну, доказательство совершенно кривиальное. Доказательство. Возьмем на промежутке X большое две точки. Фиксированную точку X0, то есть вот одну точку взяли и зафиксировали. и произвольную точку X по формуле Лагранжа по формуле Лагранжа F от X минус F от X 0 значит, роль А и Б у нас играют X0 и X. Это равно производной в какой-то точке F' давайте обозначим эту точку буквы X на X минус X0. но производная во всех точках равна нулю. Значит, какая бы тут точка X ни оказалась, F' в точке X равно нулю. И, значит, это равно нулю. Отсюда следует, что для любого X из промежутка X большое, что у нас? F от X равно F от X 0. Раз разность равна нулю, то F от X равно F от X 0, а F от X 0 это число равно константе. Что и требовалось доказать. Вот это утверждение однажды уже использовалось, кто помнит, где? А вот когда вы изучали неопределенный интеграл и доказывали, и использовали тот факт, что любые две первообразные одной и той же функции отличаются на постоянную. Как это доказывалось? Берется разность двух первообразных и вычисляется производная. Но раз и та, и другая функции первообразные для одной и той же F маленькой от X производные равны, значит, производная разность равна нулю. Тогда при всей как бы наглядной очевидности этого факта еще было трудно доказать, что отсюда следует, что разность первообразных есть константа. Ну а теперь вот мы это доказали. Игорь Негода